Город стал чуть зеленее. Сегодня на дороге вышли первые три десятка новеньких автобусов, которые Екатеринбург закупил к чемпионату мира по футболу. Их главное преимущество пассажиры оценили сразу. В машинах нет ступенек. Но водители говорят, многие прелести они еще не раскусили. Ирина Шудько каталась, пока не нашла всех секретов. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Амутсена. На порог этого автобуса нога пассажира ступает впервые. У новеньких низкопольных автобусов дебютный рейс. Их появление екатеринбуржцы ждали с нетерпением. Особенно радуются те, кто колесит по городу часами. Все новое, нигде не порвано, не резанное. Это уже, конечно, душу радует. Понравится то, что тут нет лесенок. Вот это вот. Это самое главное. Я больше беспокоюсь о мамочках, чтобы они заходили с колясками. Было удобно. Для бабушек, для старых, тоже удобно. Желания у горожан весьма приземленные, как и сами МАЗы. У них не только низкая посадка. Машины оборудованы пандусами для детских и инвалидных колясок. На старых автобусах, говорят, особые пассажиры далеко не уедешь. Не то, что на этих. Ну просто сбылась такая огромная мечта. Чем хороши эти автобусы, появляется вообще шанс воспользоваться общественным транспортом. Мне понравилось, что в автобусе много места. На центральной площадке пять колясок, в принципе, влезут. Если не будет людей, проходы очень широкие. Новички и вместимее, и уютнее предшественников, благодаря современной системе отопления. Но с теплотой здесь отнесутся только к добропорядочным гражданам. Зайцев же очень быстро найдут и ссадят. Повсюду камеры видеонаблюдения. Так водитель следит за ситуацией в салоне. Кроме того, в помощь рулевым спутниковая навигация и Wi-Fi оборудование. Электроника кругом, конечно, удобно все. Салон регулироваться сам, двери, информатик, все кругом электронно, кругом камеры. Свою стойкость машины уже показали. От Минского завода до Уральской столицы они добирались своим ходом. Поломок в пути практически не было. Но, пожалуй, самый большой плюс этой техники в том, что автобусы работают на экологически чистом топливе, на газу. Так что выхлопы не вредят атмосфере и, к тому же, вдвое экономичней. По предварительным данным, расход на 100 километров 35 кубов. Это при цене 12 рублей за куб. А те машины, которые сегодня мы выводим из работы, и карусы, 60 литров на 100 километров по цене 30 рублей за литр. Сейчас по улицам города курсируют три десятка зеленых автобусов. К концу недели на линию выйдут еще 28. По словам чиновников, в ближайшие пару лет обновится весь городской автопарк. Так Екатеринбург готовится к играм Чемпионата мира по футболу. К 2018 году в утиль отправят все старые карусы. Валерия Алферова, Николай Косарев, Новости 41-го канала.